Приветствую всех подписчиков, всех наших зрителей. Это вторая серия по восстановлению красной скани пятерки из Новосибирска. Как вы помните, прошлая серия закончилась на том, что мы достали мотор и раму отправили на стапель. И вот мы сегодня в официальном представителе Вольво в дилерском центре привезли эту раму. Вот она за моей спиной и мы ее будем сегодня проверять на профессиональном оборудовании. Посмотрим, что с ее геометрией и если что-то не в порядке, то мы будем это дело исправлять. Поэтому приятного вам просмотра. Мы начинаем вторую серию по восстановлению красной скани. Редактор субтитров А.Семкин И так, друзья, мы переместились уже непосредственно в сервисный центр на стапель, где будем сейчас производить замеры. Машину, не машину, точнее шасси помыли, вот, чтобы было комфортнее и удобнее работать. Ну и вообще в чистоте работать всем приятнее. Ну и правильнее. Да. Станислав, представитель Вольво-центр. Расскажи, пожалуйста, что у нас сейчас по работам, какие основные процессы мы сейчас будем делать? Ну, первое, с чего начинается ремонт рамы обычно, да, это, естественно, замер и понимание того, что сделать предстоит. То есть здесь первоначально мы сейчас измерим раму в горизонтальной плоскости, да, чтобы понять, насколько она изогнута из-за характера удара. Ну и, соответственно, вывесим ее в том положении, когда рама займет то состояние, в котором она находится, да, потому что стоя на колесах мы не поймем, кривая она или нет. Поэтому сейчас в процессе, все будет видно. Ты вот рассказывал про процесс замера. Если у нас сейчас в горизонте есть какие-то недочеты, что у нас, какие сложности будут? Ну, если в горизонтальной плоскости, да, мы увидим, что вот этот лонжерон кривоват, ну, скорее всего, и тот, то нам придется снять бак и замерить ее с вертикальной плоскости. Ну, это так или иначе сделать придется, да, просто бак пока мешает. То есть сейчас мы увидим, если здесь вообще присутствует отклонение, да, то придется его снимать. Если отклонений нет, то, значит, остановимся на этом, там. Уже что-то понятно? Ну да, небольшое кручение, порядка 15 миллиметров, то есть правая часть опущена вниз относительно левой. Но, тем не менее, благодаря тому, что здесь не регулируется задняя подвеска, конечно, все эти миллиметровые отклонения, они очень сильно влияют на износ резины. Ну и, соответственно, деформация вот здесь в передней части, она очень сильно влияет на постановку кабины, да, на износ вот этих передних соленлотов, ну, всех частей, которые опираются на раму. А вот этот стабилизатор не привезли вы сюда от нее? Нет. Иван, да. Ну, что вот его бы как раз в процессе ремонта попросить, Евгений подвезет. Ну да, да, в процессе ремонта нужно убедиться, что он прям вот, ну, попал к своей точке. Совпадает. Да, да, чтобы вот эти болты прямо без всяких натягов, без всяких проблем. Но мы Евгений подводим, он привезет. Ну, при ремонте это пригодится. Потому что какие-то минимальные отклонения, да, вот из вертикальности вот этих вот фронштейнов, они тоже возможны. Ну да. Ну, то есть если вот эта часть немного ушла, например, наружу, да, то... Но мы ее потом не соберем просто. Конечно, конечно. Ничего не попадет, получается, ни один элемент. Ну да, тут придется, значит, все это подразбирать, чтобы доступ был к всему, потому что вот эту часть придется разгибать правильно, и, соответственно, когда мы ее разогнем, вот это расстояние увеличится, да, и нам нужно будет вот углы вот те поймать, чтобы расширение рамы было симметричным. Да, надо выходить симметричным. Потому что если мы оставим, например, ее несимметричным, да, и просто поставим сюда, как-то там скажут многие, да чё, он же оденется. Рулеточкой. Он оденется, да, но передняя часть машины будет развернута относительно очи рамы. И получается, что углы на шкварнях, они же имеют определенный угол. И машина будет всегда пытаться ехать перпендикулярно передней балке. Ну, то есть, на велосипеде отпусти руль, он же все равно прямо встает. Точно так же и здесь колеса стремятся всегда встать перпендикулярно балке. Но если передняя часть свернута, балка стоит не перпендикулярно оси рамы. Поэтому при отпускании руля машина будет всегда уходить в сторону. Здесь очень важно добиться, чтобы именно ось передняя была перпендикулярна оси рамы. Именно поэтому вот эти вещи надо вернуть на место. Можешь вкратце объяснить, для чего нужно делать профессиональный замер рамы? Для чего нужно привозить на стапель? Потому что нам часто многие подписчики пишут то, что зачем вы тратите деньги клиентские, зачем вы везете ее в дилерские центры. Можно было самим там рулеточкой, диагонали померить, все совпало бы и все нормально. Видно же, что рама не пострадала. Что ты можешь сказать? Но опять же, видно чем, что она не пострадала. То есть, видно глазом это не совсем правильно. Вот правильным инструментом, им видно, что рама пострадала или нет. При том, когда человек покупает новую машину с завода, он же на 100% уверен, что это стопроцентная гарантия качества. Машина прямая, ровная, такая как она должна быть. То есть, если человеку при покупке скажут, слушай, она немножко кривая, но это уже не видно. Такую машину уже никто не путает, правильно? Поэтому наша задача, чтобы после ремонта машина была именно в том состоянии, в котором она вышла с завода. Чтобы ни у кого никогда не возникало никаких проблем, износов, поломок и всего остального. Машина должна выглядеть именно так, как она с завода вышла. И вот именно этим мы здесь и занимаемся. Плюс профессиональный инструмент. Ну конечно, без инструмента, даже очень хорошо зная работу, ты не сделаешь. Элементарно даже вывесить машину полностью, независимо от того, какие у него колеса, какие мосты, какие амортизаторы. Просто ее вывести в горизонт и проверить. Ну да, тут смысл в том, что задняя часть фиксируется жестко в горизонте. А передние вот эти два цилиндра, они сообщающиеся. То есть от одного насоса работают сразу оба цилиндра. И получается то, что мы фактически в геометрический центр ее поднимаем, и она занимает именно то положение, которое ей удобно, в котором она по факту находится. И вот здесь как раз таки выявляется... И вот здесь как раз и видны. То есть пока она стоит на рессорах на колесах, она стоит не так, как висит. То есть фактически мы ее повешиваем в воздухе, да, и она занимает то положение, в котором ей удобно самой. И все мы сразу видим. И вот здесь вот все геометрические неточности. Конечно, конечно. Именно здесь и видно. Вот поэтому, друзья, будьте грамотными, будьте профессиональными водителями, механиками, и не пишите нам больше о том, что не нужно возить раму в профессиональный дилерский центр на профессиональное оборудование, что мы занимаемся ерундой и тратим деньги и средства. Лучше потратить здесь, зато потом при сборке и при эксплуатации грузовика у вас не будет никаких проблем. Правильно? Ну, конечно. Вот стоимость всего этого ремонта, она будет соизмерима там со стоимостью одного колеса. То есть не сделав ремонт, там, съесть колесо стоимостью 40 тысяч рублей за несколько тысяч километров. Ну и дальше что? Еще одно колесо поставить? И проблема не уйдет от этого. Проблема не уйдет, конечно. Так же будет повторяться, там, будет разбивать не только колесо будет сношиваться, будет разбивать там и ступицу, будет разбивать там много. Да, много там всего. Блоки будете разбивать, ну, в общем, сэкономив, казалось бы, здесь, да, потом вы можете потерять в разы больше. И так, подведем небольшой ток, да, значит, что мы имеем. Мы имеем горизонтальное отклонение 5-6 мм. Кручение получается 15, да, и вот сейчас мы выявили, что есть отклонение, да. Ну да, попереду. Левого лонжерона получается сюда. Ну, здесь это видно, да, то есть это произошло из-за того, что удар в правую часть потянул за собой раму вот туда всю. То есть эта вещь, она ушла целиком, да, то есть она просто вот, начиная оттуда, целиком ушла по всей длине, а эту просто за собой загнуло. Благодаря тому, что, как раз, ну, жестко достаточно конструкции, балка и рессоры, да, то есть, сыграл просто. Отлично, все исправим. Это? Да. Это не проблема. Все, тогда начинаем работать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И так, небольшой промежуточный итог в конце этой рабочей недели и, собственно, в конце этой серии. Мы на этой неделе сделали большой достаточно фронт работы в плане, отвезли раму на стапель, там произвели замеры и в дальнейшем у нас уже будет работа по ней производиться. А в этот момент, что мы здесь в итоге с мотором сделали? Прикрутили выпускной коллектор, его срезало, все шпильки, поменяли шпильки, поменяли корпус фильтра масляного. Вот, что тут еще мы делаем? Поменяли? А, да, проставка клапанной крышки, она была треснута, вот, и свозили его, соответственно, на мойку, намыли его весь. После того, как помыли, что-то новое обнаружилось, какие-то дополнительные повреждения, трещины? Да, спереди видно, что не смылась грязь и масло, видимо, как бы сальник придется сменять. Дальнейшая работа еще по обслуживанию предстоит с этим мотором перед установкой, я так понимаю. Да, мы еще масло меняем. Да, замена масла и вот как раз таки проверим, что откуда и подтекает. Еще у нас пришла кабина к нам, вчера буквально мы ее разгрузили. Кабина у нас останется такого цвета. Когда клиент решил оставить и переграшивать. Супер. Первый раз у нас будет кабин голубого цвета, а то у нас то желтые, то красные. В общем, весна, яркие краски, вперед. Что, тогда мы сейчас продолжаем работу. Это вы все уже увидите в следующей серии. Там будет и сборка, там финальный запуск мотора. И раму мы поправим, и выезд сделаем. Я думаю, что все уже уместится в следующую серию. А может быть даже и две серии мы вам подарим. Это посмотрим по факту. Все, пошли за работу. Пойдем. Я, кстати, пацанам купил дошик. Наконец-то пацаны нормальные еды поедят. Но паспорта пока им отдавать не будем. Пусть пока работают. Ладно, хорошо. Ладно, хорошо.